Ирина Александровна, этот кусочек вам посвящающее время есть. Значит, во-первых, вы знаете, почему смеюсь? Я сразу-то не обратил внимания. Вот смотрите, вы аспирант. Грамотнее я ещё не встречал. Я встречал грамотных насчитанных любителей. А из вашей, вы же всё-таки учёные, вы как бы по ту сторону баррикады. Всех, кого я знаю, вы самые грамотные. Включая докторов, включая этих кандидатов в доктора, включая доцентов и прочих аспирантов. Так вот, я не могу, всё-таки это особый мир. Мы же секта, и вы вроде бы как не отказываетесь, что тоже. Итак, считаю, изменчивость массы плодов и продуктивности сортов абрикосов в условиях южной зоны Краснодарского края. Правильно вы взяли зону, потому что она особая. Если когда ты без меня такой рассветовал, есть, как может меняться масса плодов. А кстати, научный руководитель Матвеева. Вы сказали, что это наш человек. Это чтобы московские эти аспирантки, больше не это самое, нос не задирали. Матвеева, профессор. Так вот, изменчивость массы, чем может быть? Самый простой, маленький урожай, а не крупнее, большой урожай мельче. Но тут ясно, генетика не пришла, правильно? Правильно. Это один момент. Второе. Значит, меняются непонятно от чего. Что придумала, я немножко это самое, я восхищен вами, восхищен. Я сейчас просто пытаюсь это восхищение перевести в слова. Хотите? Когда ученые столкнулись с такими вещами, а про это сейчас знает очень узкий круг листов, то есть вы, я еще несколько, может быть, десятков человек, потому что даже не все, кто слушает, им это даже просто может неинтересно. Я вот это, видите, я когда-то взял, не все здесь, потому что это я по памяти набросал, тоже начитанность. Итак, что в таких случаях говорят, вот так делают. Придумали варианты. Почковые, почковые вариации. Ментор, споровые, спортивные. Химеры, поминаем? Гибридизация сеянцевая. Вот, мутация, атовизм. И то, чего они стараются не упомнить, это редкий случай, то, ну нету сейчас, вот вы будете, наверное, первая вместе с Матвеевой. Еще и вегетативная гибридизация. И вот что получается. Извините, что не могу я. Изменьшить массу плодов. Если не маленький урожай, большие плоды, большие урожаи, мелкие плоды, то, согласно генетике, такие случаи случаются. Они же не знают, что это, но вот это все, я это называю, эквилибристиком, придумали. На самом-то деле, в ДНК заложены качества плодов, которые были на самом крайнем юге, те времена, когда еще появлялись эти сорта на планете Земля. Они появились внезапно. Самые первые были, самые крупные. Как это случилось, это второй вопрос, он не имеет отношения. Но это случилось. И какие-то моменты, если выпадут несколько условий, которые я называю, упоминайте, там, прививаем так, прививаем здесь, прививаем отсюда, оттуда, оттуда. И получается, что они, почувствовав себя в виде прививок на своем месте, ну, как бы кусочек йога получился. Условия прививка, но 100% биологическая вместимость. А ты устроился хорошо, как вот я на стуле сижу, да? Это лучше, чем сидеть на колу или на камне, на холодном камне. Теплый стул. Был сегодня в деревне, там холодно, я на стол подстелил этот свитер свой старый и сел на свитер. Занятое тепло. И вот когда им тепло, они проявляют те самые южные качества. Доказательство божественного происхождения, доказательство того, что первыми появились эти самые, не дикие плоды, а культурные плоды. Это потом. Как вы замахнулись-то на это? Ведь это же есть. Интересно. Я как бы немножечко так сказать. Юрьевич, у вас там будут слова вашего этим самым, в этой работе, да? Есть ли слова о том, что это вегетативная гибридизация? То есть тут сколько? Семь или восемь я пунктов назвал? Им же надо как-то обозвать то, чего они не поняли. А именно вегетативная гибридизация, которая восстанавливает их райские качества. Вот ты увидел вот это слово «массы плодов». Продуктивность – это уже второй вопрос. Чем крупнее, тем больше выражать, тем меньше. Вот. Вот извините, ну вот так вот здорово. Восхищен вами. Как вы на это решились-то? А? Это, может быть, ваше счастье, ваше и Матвеево. Но Матвеево, наверное, это такая глыба, которую уже с этого места не столкнуть. Вот. Ну как вы решились? Ведь это же та самая, помните, Мичурина и его это самое, что эти припечатали нас Мичурина, а потом меня, а значит и вас. И что это самое, что это лженаука. Вот так вот. Почитали про Мичурина. И в наказании бы дали им почитать. О, кстати, Елена Александровна, привет. Дело в том, что вы собрались, а, вас поздравляю, я вас поздравляю. Что у вас опять, 100 или 201, что у вас, значит так, вы заняли первое место на онлайн-конференции с докладом, и вам диплом присудили, первое место по России. А Елена международная была. Ладно, это я не помню. Дальше, вы на днях получили по на английском языке, мать честная, третье место по международной конференции. Ну, по-русскому это у вас было бы первое, но на английском. Вот. Поздравляю. Так. Вас пригласили в Москву. Я, знаете, что там ниже написал? Чует мое сердце, уведут, переманят и знаки восклицательные. Да? Вот. Я к чему заговорил, Лен Санна? Ну, это, как бы сказать, вы наша гордость. Нас обозвали сектантами, но мы не считаем, что вы там, за той стороной баррикады. Вы с этой стороны. Вы в моем саду работали, мы вместе прививали. Не забыли? А я буду помнить. Почему? Приезжает человек, это самое, и говорит, я вас буду проходить, я убедила. Наверное, то же самое Матвеева и убедили. Так вот, впереди что? Впереди у вас, вот вам программу писали, и поехали вы. и, 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 Сибирский государственный университет науки и технологий имени Решетникова. Это из двух, он слился из двух университетов, это такое супер. Это супер университет называется. Теперь, форум, сады России и СНГ. Что мы тут имеем? Вот конкретное приглашение. Почетного гостя! Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вы знаете, дожили до чего? Лично представить вашу организацию в программе форум выступить с презентацией уход за плодоносящим сажем для повышения урожайности, влияние климатических условий, мелиорация, в общем и так далее. Поздравляю! Теперь, не для протокола, я читать этого не говорил. Хорошо, друзья, если найдется кто-то из нашей команды, из нашей секции, кто вас встретит в Москве, тяжко, я не знаю, аэропорт или железнодорожный вокзал. Вот. Кажется, вы опять за свой счет едете. Те, кто приглашали, это же приглашали, а дальше это не их забота, кто платит. Вот. Ну, на всякий случай скажу. Может, найдется, в прошлый раз такие желающие были, в этот раз не знаю, кто бы встретил вас. Наверняка, это самое, это бы здорово вам облегчило жизнь. Раз. И второе. Помните, в прошлый раз мы собирали деньги? Хоть часть денег-то. Похоже, Леон Санна едет снова без этого. За свой счет. Ну, так, я ее назвал Ломоносов. Ломоносов тоже в обозе приехал. Вот это, ее обоз, это мы с вами. Кто-то 100 рублей пришлет. Можете мне присылать. Я еще достоин доверия. 200 рублей, 200 рублей, даже, даже чисто символическая помощь. Все равно, чтобы она наша была и никогда от нас не ушла. Вот. Потому что когда-то нас мало, не зря на секту обозвали. Вот так вот. Так что, вот эти два вопроса. Кто встретит, и может быть, кто-то, это, кого-то случайно, лишний рубль в кармане. Она ни о чем не просит. Вот. Это чисто моя затея. Сказать вам то, что я сказал. Уйдут, переманят. Уйдут, переманят. Да. Вот такие дела. Ну, а дальше, это наша учеба с ней. Видите? Вот. Уж она-то никогда не возьмет секатор и не отрежет вот эти волчки. Вот. А сейчас в науке таких, да сколько их? Ну, несколько человек, биологов с высшим образованием слушают нас с вами сейчас. Прямо сейчас слушают. Но они погоду не делают. Вот они, и листья последние. Знаете, что мы делали? Сказать? Мы искали. Короче, черви все это сожрают. Вот. Ну, как это расшифровывать? Видите, вот эту рану страшную? Я заделывать не собираюсь. Вот. Когда-то это дерево, у меня уже таких парочек погибло, пошли вот эти волчки, смотрите. Вот эти вот, видите, волчки. А это по двое, это вишни. Вот. Но они уже по своим характеристикам приближаются к черешне. Вот. И вот то, что вы видите, вот эти ветки, да, я вам выслал их, ну, наверное, штук 30-40 на всю страну, я их выслал как под названием, вспоминаем. Под названием такое. Вишня с генами черешни. А потом, помните, это единственный случай, пока единственный, когда женщина, когда, с Калининграда прислала фотография, вишня с генами черешни, привитая на вишню, стала чистой, 100% черешней. А вторая осталась вишней, но с такими плодами, что крупнее моих. Вот что значит переезд на юг-то. Видите как? Вот. Это я опять намекаю на происхождение божественное. Вот. Как они попали растению на землю? Дальше говорить не буду, вот начнут крутить. Ну, фактор, что ясный, не из дикарей. Вот. Вот так мы с ней проходим курс. Вот этот. Вот. Вот, пожалуйста. Здесь было когда-то привито желтая черешня. Мы ее поели несколько лет. Потом она погибла, и пора ей пришла. Все-таки это Сибирь. Но вот с этих веточек вишневых, они должны стать желтыми. Или они станут желтыми. Вот. Или как это, помните, как это стало. Ага. Был такая шутка в клубе селых находчивых Одессы. Вот. И там у них была шутка, она мне запомнилась. Почему? Потому что им задали вопрос. Что будет, если художнику откажут выставить его картину, которую он считает гениальной, запретят выставлять на там, на выставке. Ответ клуба веселых находчивых. Сам повесится вместо картины Третьяковской галереи. Так вот, вероятность есть, что это будет желтая черешня. И заложится. Все начинает сказаться с одного дерева. Оказывается, красный. Ну, и не то, что я не прав. Просто еще один этот. Не всегда сбывается. Но, ладно, хотел бы про Шелковица рассказать в другой раз. Вот это вот. Давайте это так. Раз я успел рассказать про Лену Александру, про эти проблемы, вот, про нашего сибирского ломоноса, вот она. Не, ну, такая, я вообще поражен. Я сразу-то не заметил изменчивость массы плодов. А, еще раз, это или большой урожай мелкие, или маленький урожай большие. Если это отменить, это не брать в расчет. Остается только вегетативная гибридизация. Все. Третий путь ГМО мы лазить не будем. Потому что для нас это, как бы сказать, аморально. То есть, геномодиссированные эти мысли, чтобы взять где-то ген крупноплодного самого абрикоса, внедрить в средний абрикос и получить крупный, это, как говорил, которого хотел пороть этот самый фильм-то, когда он его закатал в этот рулон и вырезал сзади дырку, хотел пороть. Что ответил этот самый как же фамилия комика, он ответил Шурик, это не наш метод. Помните? Это не наш метод, когда его пороть хотели. Так вот, это не наш метод заниматься геномодиссированные этими самыми сортами. Так, проехали. Так, вернусь назад, чтобы ничего не пропускать. Хотя чувствую, что ничего мы не успеем. Вот это важнейший момент, он меня до истерии, до инфаркта доведет, точно. Ладно, вот это пропущу. Ладно, вот это пропущу.